Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Григорий Неделько «Мрачный бот» читает Олег Шубин Роман второй год обслуживал галактическую энергостанцию, и каждый раз, ночью, стоило сомкнуть глаза, его мучил один и тот же сон. Повторяющийся кошмар, объяснить природу которого, насколько легко, настолько и невозможно. Разумеется, со стороны все казалось понятным. Человек ежедневно выходит в космос, работает с опасными технологиями. Это вполне могло вызвать самые разные сновидения, от фантасмагорических до реалистических. Но почему тогда он, Роман, видит в подробностях будто поставленные на таймер и повтор сновидения? Предельно детальные и бессмысленные. «Нет, определенный смысл здесь присутствовал, ведь он видел в кошмаре не что-нибудь, а смерть, свою собственную. Вот только смерть эта выглядела весьма странно. Высокая, выше двух с половиной метров, а то и вся три, опутанная проводками и разными светящимися элементами, словно кибернетическое устройство. С бесстрастными огромными черными глазами, в которых не видно зрачков. В металлическом плаще, не накинутом, но, кажется, прикрепленном к телу, и с металлической же, бликующей косой в руке. Смерть смотрит на Романа, говорит «Пора» и заносит гигантское острое оружие. Он зажмуривается, отчасти и потому, что со лба в глаза льет едкий пот. Ждет, ждет. Однако ничего не происходит. Потом вдруг слышит резкий звук «Вжух!». Наверняка это коса, ведомая многокилограммовой костлявой рукой, разрезает воздух. И тогда Роман просыпается. Естественно, уже не понарошку, потный с ног до головы. Он обращался к космическому психологу, консультировался и со специалистом на Земле, делился проблемой с родными и друзьями. Только это не приносило результата. Большинство советов сводилось к тому, что ему надо больше отдыхать. Но он же не чувствовал себя переутомленным. И график работы на энергостанции был адекватный. Одна смена на 8 часов с часовым перерывом на обед. В общем, проблема казалась нерешаемой. Оставалось единственное – попытаться привыкнуть к происходящему. Или все-таки поменять работу. Но свою профессию Роман любил, а свыкнуться с созерцанием личной смерти каждую ночь, в то время, когда остальные люди, проклятые счастливцы, вовсю отдыхают, никак не получалось. В тот день в функционировании станции обнаружилась неполадка. Пустяшная проблема, с которой специалист вроде него справится в два счета. Роман получил соответствующее техническое образование и полтора десятка лет обслуживал автоматические энергомашины на Земле. Разобраться с неприятностью ему ничего не стоило, он проделывал подобное не раз. Но сегодня все пошло непривычным порядком. Начать с того, что кошмар в эту ночь, не приснился. Само по себе это хорошо. Вот только мужчина, суеверный, как и все космонавты, увидел в том недоброе предзнаменование и провалялся несколько часов без сна. Без особого энтузиазма и желания, отреагировав на шуточки коллег по поводу его старого друга, кибернетической смерти, Роман облачился в защитный спецкостюм, занял место в космическом модуле и повел аппарат на стыковку с энергостанцией. Зависшая посреди космоса круглая установка, похожая на колоссальных размеров пончик, одновременно и манила к себе и предупреждала, что не стоит ждать от нее ничего хорошего. По крайней мере, так представлялось Роману. Модуль состыковался с кружащейся в звездной пустоте громадиной и впустил техника внутрь искусственного чрева. Проходя светящимися и мерцающими коридорами к главному генератору, где зарегистрировали неисправность, Роман изо всех сил старался сосредоточиться на проблеме, что привела сюда. Хотя подспудно хотелось зажмуриться и убежать прочь из механического нутра галактического зверя. Станцию Роман, да и прочие работники тоже, воспринимал как живое существо со свойственными оному потребностями, проблемами и слабостями. Вот, наконец, и генераторная. Роман тыльной стороной ладони вытер с лба выступивший пот и приблизился к ячейке со сбоящим напряжением. Поставил на металлический пол компактный контейнер с автоматической защёлкой, внутри которого хранились необходимые инструменты, достал вольтметр, прислонил к ячейке и включил. Дальше произошло нечто кошмарное. Свет внутри генераторной, а может и по всей станции, замерцал и погас. Роман погрузился в полную, неизбывную черноту. Но даже не успел испугаться, поскольку часть генератора, рядом с которой он стоял, вдруг заискрила, загорелась и взорвалась. Техник ничего не успел поделать. Это произошло меньше, чем за секунду. Романа оглушила и отбросила на метр или два. Упав, он ударился головой об пол и потерял сознание. Сквозь мутную, туманную пелену слышались непонятные ритмичные бухающие звуки. В конце концов, превозмогая боль и тошноту, но отнюдь не смертельная, поскольку костюм защитил при взрыве, Роман определил, что это шаги. Но кто шагал по погрязшей в темноте после отказа генератора энергостанции? Кто, в принципе, мог оказаться тут? Ведь сигналы о помощи мужчина отправить не успел. Кстати, отличная идея. Он уже потянулся к интеркому на запястье, когда его руку перехватила чья-то пятерня. Роман увидел ее, потому что она переливалась и искрилась точно современное кибернетическое устройство. Костлявая металлическая конечность. Чуя недоброе, да и сама ситуация складывалась явно не в его пользу, Роман поднял взгляд и узрел склонившуюся над ним фигуру. Разглядел во всех подробностях, хоть в том, в принципе, не было нужды. Он видел ее сотни раз, каждую ночь. Три метра ростом, светящиеся, в прикрепленном к металлическому телу металлическом же плаще, с черными провалами глаз, без зрачков, и с огромной, полыхающей ярким светом косой. Все еще, держа его за руку, смерть покачала головой. Медленно, степенно, туда, сюда, из стороны в сторону, один раз влево, другой вправо. Роман взмок. Время для него растянулось в бесконечность. Он понял, что пришел к своему финалу. Кошмар, который преследовал его больше года, воплотился наяву. Хотелось бы сказать, что неожиданно, внезапно, безвременно, но как бы не так. И в глубине души он понимал, надо смириться с происходящим, отдаться на волю судьбы, ибо противопоставить что-либо трехметровому гиганту с косой он не в силах. Однако ум или интуиция, или черт знает что, отказывалось проигрывать без боя. Не такой он был человек. Роман с усилием дернул руку, не особенно рассчитывая на успех, но с удивлением обнаружил, что костлявая фигура отпустила его. Мужчина снова повалился на пол, прежде чем приподняться на локтях. Он хотел заглянуть в самые глаза собственной смерти, раз уж она ему суждена. И с еще большим изумлением обнаружил, что мрачного жнеца рядом нет. Тем временем, с противоположной стороны, раздавалась тяжелая поступь инфернального гостя. Роман обернулся и, позабыв о всяком страхе, с интересом уставился на происходящее. А происходило вот что. Смерть, продолжая помигивать, будто некое устройство, приблизилась к бездействующему, смолкнувшему главному генератору. Достала косу, взвесила ее на мощной руке. На миг обернулась, взглянула прямиком на опешившего Романа, в его широко раскрытые голубые глаза. И, как почудилось мужчине, растянула оскал искусственного черепа в многозначительной ухмылке, после чего развернулась обратно. Роман раскрыл рот, хотел было крикнуть «Нет!» или что-нибудь еще, но не успел. Смерть взмахнула косой и перерезала жизненные узлы генератора. От могущественной в прошлом техники отделилось нечто белесое. полупрозрачное. Смерть глубоко вдохнула, и видение исчезло, истончившись и втянувшись внутрь через провал рта трехметровой фигуры. Вслед за чем, та еще раз повернулась к Роману и, добродушно улыбнувшись, пропала с глаз. Сознание любого человека, кто столкнулся с подобным, не выдержало бы и дало трещину, либо просто отключилось. Но Роман продолжал лежать. Один, в полной темноте, и смотреть в ту точку, где только что стоял нереальный, невероятный, но выглядевший столь материально непоколебимым гость. В этот момент заработал интерком. Почему этого не случилось раньше? У Романа было предположение, связанное с проявлением, свидетелем которого он стал. Но будь мужчина проклят, если кому-нибудь когда-нибудь, хотя бы в общих чертах, он расскажет о случившемся. — Рома, Рома, ты как? Ответь! Что с тобой, Рома? Что с генератором? Он приблизил коммуникатор к губам и сказал, — Со мной все в порядке, ребята, а генератор, кажется, сдох. Сперва они замолчали все разом, чтобы потом тоже все вместе загалдеть. Под аккомпанемент этих звуков Роман прервал связь, аккуратно опустил голову на пол и закрыл глаза. Скоро пришлет спасателей и его вызволят отсюда. Но ведь еще надо придумать реалистичную причину, по которой навсегда отказал главный генератор, а он, опытный техник, не смог справиться с поставленной задачей. Впрочем, время у него было. Время поразмышлять, придумать, да и не только. Время. Вот такие дела. Зато кошмары Роману Кошкину больше не снились. Вы слушали рассказ «Мрачный бот». Автор — Григорий Неделько. Рассказ написан в апреле 2022 года и озвучен в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта «Свидбук.ру» в 2023 году. Читал Олег Шубин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин